Итак, восстание восстанием, а как же про независимость? Итак, независимость. Отдыхать и праздновать победу долго не пришлось. В 162 году греки вновь попытались послать войску для подавления евреев и вновь взяли Иерусалим, но в этот раз уже не рискнули запрещать иудейскую веру. Евреи уже не смогли простить годы издевательств и жертв. Воины Маковея поверили в свои силы и не стали складывать оружие и решили продолжать сопротивление врагам. В 161 году до н.э. Маковеи даже разбили отряд наместника греков Никанора. Сам наместник также погиб в этом сражении. Иуда Маковей ему удалось снова войти в Иерусалим, после чего в поиске поддержки изне он заключил союз с Римом, у которого были интересы в этом регионе, и начал вести активную внешнюю политику, что было первыми признаками восстановления государственности. В 160 году до н.э. греки сельфкидов снова послали войска в мятежную иудею, и на этот раз греки одержали, к сожалению, победу над еврейским войском. Тогда же и погиб лидер повстанцев, легендарный Иуда Маковей. После гибели Иуды борьбу возглавили его братья Йонатан и Шимон. Они вернулись к проверенной успешной тактике партизанской войны, в результате ее взяли под контроль всю Иудею и Самарею. Йонатан, успешно лавируя между разными силами при сирийском дворе и соседними странами, укрепил оборону страны. Его брат Шимон стал править Яфа и развил этот порт до порта регионального значения. Из-за внутренних междоусобий и интриг в державе сельфкидов, Йонатан даже удалось договориться с одним из претендентов на трон, Деметрием Александром, от которого он получил официальное право быть наместником и первосвященником. После того, как тот победил в борьбе за престол, Йонатану присвоили даже звание друга царя и пожаловали город и крон в личное владение. Йонатан показал себя как талантливый политик и стратег, но счастье независимости было недолгим. Увидев, как укрепляется Иудея, очередной правитель сельфкидов Трифон пригласил Йонатана с наследниками на пир и захватил их заложниками. Сам же выступил с армией против Иудея. Шимон не дал своим братским чувствам помешать национальным интересам и выбил войска греков из еврейской страны. После чего греками был казнен Йонатан и двое его сыновей. Это произошло в 143 году до н.э. На следующий год, в 142 году, Шимон заключил договор с противником этого Трифона в борьбе за престол Дмитрием II, который, по сути, дал официальное право на самоуправление независимости Иудеи от державы сельфкидов. И этот момент можно говорить о действительно достижении независимости еврейской страны от внешних управленцев.